Госстатистика не справляется с учетом индивидуальных предпринимателей, так как утвержденная форма их учета не работает большинством, ИП не отчитываются перед ведомством. Многие поменяли свою организационно-правовую форму, перешли на ИП. Но у нас в законодательстве до этого нигде не было закреплено, что ИП тоже должны отчитываться. Поэтому статистика стала ухудшаться. Мало того, что и финансово-хозяйственная деятельность, там прибыль, выручка, доходы и так далее, ну и количество работающих, естественно, оно осталось вне учета. Более 2800 индивидуальных предпринимателей зафиксированы в базе данных госстатистики. И всего 561 из них – это гостиницы общепит. Дело в том, что у нас, кроме того, что имеются гостиницы, предприятия, организации в сфере курорта и туризма, это те же туроператорская деятельность и прочее, у нас редко кто оформлено ООО, они практически все ИП. Там имеются большие обороты, люди тоже работают, подвязаны к этой деятельности, имеется определенная оплата услуг, это тоже ВВП выпадает. Как рассказывает глава Госкомстата, до сих пор не определен статус гостевых домов. У государства нет объективных данных ни по количеству отдыхающих в Абхазии, ни по количеству денег, которые они оставляют в республике. Мы располагаем теми учетными показателями, по данным вот этих учетных предприятий. Вот есть у нас такие цифры. То есть, нападающий объем не дает нам? Объем мы не добираем, а вот то, что касается средней расходы, скажем, на питание, на койко-место и так далее, мы вот из учетных данных это добираем. Чтобы получить объективную информацию в сфере туризма, Кама Гогия предлагает провести исследование, опросить отдыхающих, а затем проанализировать полученные данные. Это позволит предположить, как долго, за какую сумму, приобретая какие услуги, туристы проводят свой отпуск в Абхазии. И, кроме того, Гогия считает необходимым принять в работу Министерство по туризму утвержденную ранее форму отчетности. Получается, что на основе данных отчетности мы создаем ту статистику, которую мы можем создать. А объемы там и границы большие можно охватить, но это уже не сфера нашей деятельности. Раз статус подняли, он раньше ведь комитетом был, сейчас целое министерство. Значит, они должны иметь свою соответствующую статистическую базу, свою статистику отраслевую. Но мы всегда готовы помочь. По мнению министра по налогам и сборам, чтобы упорядочить статистику, в этой сфере необходимо решить ряд основополагающих вопросов на уровне законодательства. На стадии государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и, соответственно, дальше постановка на налоговый учет и регистрация в статистическом органе, у нас есть три реестра, они должны быть абсолютно синхронизированы. Должны быть абсолютно идентичные предприятия, не состоящие на налоговом учете, осуществлять какую-либо деятельность, представлять отчетность не могут. У нас есть законопроект, в кабинете министров находится внесение изменений в закон о государственной регистрации. Вопрос надо изучить и принципиально решить. Что касается статистики в области сельского хозяйства, то, по словам Камы Гоги, ситуация здесь выглядит еще более плачевно. В сельсоветах не ведется учет в похозяйственных книгах, и поэтому, на ее взгляд, необходимо ввести новую форму учета. Мы проехались по некоторым сельсоветам, их эти похозяйственные книги, это, конечно, чистая формальность оказалась. Там неправильно ничего не ведется, и вытащить оттуда, но мы собрание по районам провели, мы тогда немножко их, так сказать, подергали, удорожили. Но 110 компьютеров, 110 сельсоветов, их еще охранять надо. Там посмотрели, там и окон, и дверей нет, есть такие сельсоветы. Никто не могут пользоваться. Потом, через некоторое время, пришли к мнению, что, скорее всего, лучше было бы при территориальных органах статистики по одному штату, вот когда программа будет. Кроме того, министр сельского хозяйства Амиран Кокали уверен, что необходимо провести сельскохозяйственную перепись, так как в настоящий момент нет точных данных, что и в каком количестве выращивается фермерами республики. Введение в Абхазии сельхозпереписи, она нам просто необходима. 110 сел у нас. Мы даже не знаем, какое количество орехов, фундуканий на территории республики Абхазия. Какое количество цитрусовых назначений. Сейчас новые сорта пошли, люди что-то делают. По садоводству, развитию, значит, разной информации. Без актуальной информации от министерства сельского хозяйства, туризма и налоговиков, по мнению Кристины Усган, развитие экономики невозможно. Именно поэтому в ближайшее время будет разработан ряд решений правительства, касающихся государственной статистики. Если мы, как экономическое ведомство, возьмем на себя инициативу, ваше предложение сформулировать в соответствующем проекте решения правительства, мы определимся в этапности принятия решения. Будем просить Министерства по налогам и сборам очень придирчиво отнестись к данному варианту проекта, чтобы максимально правильно сформулировать те цели и задачи, которые перед нами стоят. Но самое главное не только сформулировать задачи, а еще грамотно их исполнять. Все вопросы, касающиеся принятия форм отчетности в области статистики, туристической отрасли, сельского хозяйства и налогов, будут согласовываться с профильными ведомствами, а решения будут приниматься сообща. Мария Накотова, Раму Камки, Абаза ТВ.